всем подписчикам большой привет сейчас я вам показываю результат сублимации это замораживание воды вот она вода вода замерзшая в ледышку то есть эта вода замерзла вот в этом стаканчике в котором была налита и помещена в аппарат для сублимационной сушки этот аппарат у меня есть на канале вот это кусочек льда вот лед вода застыла у меня в лед я сейчас покажу как это дело получается вот как этот эксперимент получается берется стаканчик воды под воду он у меня изолирован и для того чтобы не было на него в раздействии инфракрасного излучения мы берем вату немножко небольшое количество воды помещаем ее в стакан и заливаем ее водой вот у нас получилась вода для чего нужна вата для того чтобы не было разбрызгивание этой воды я этот стакан помещая в сублимационная нижнюю камеру вот у нас нижняя камера из которой будет откачиваться воздух помещая стаканчик вниз туда же опускаю индикатор вакуума у меня тоже он есть на канале это шприц который предварительно наполнен немножко воздухом 0 3 и он служит показателем вакуума берется сорбент верхнюю часть у меня в данном случае здесь циолит высушенный циолит я его немножечко может быть чуть дополню засыпаю циолитом и собираю установку для сублимации что она из себя представляет это у меня он тоже есть на канале это двойной значит аппарат который собирается вот таким образом верхней части сорбент вот он мы его этот аппарат переворачиваем переворачиваем для того чтобы циолит покрыл слоем нижний конец закрываем наш аппарат закрываем аппарат и подключаем к нему вакуумный насос когда аппарат собран включаем вакуумный насос вот я включил вакуумный насос пошла откачка воздуха начальный момент немножечко можно поджать для того чтобы крышки были поджаты вот идет откачка у нас откачку видно по шприцу вот у нас шприц полностью вытянулся это говорит о том что вакуум создался вот шприц полностью вытянутый и по звуку насоса можно косвенно судить вот пошла у нас активное кипение жидкости для того чтобы она не раз не разбрызгивалась у меня там вот она папа пошло выделение пара то есть жидкость начинает вскипать за счет того что идет активное испарение жидкости пар попадает верхнее отделение сублимационной установки поглощается сорбентом и он начинает разогреваться то есть температура сорбента поднимается верхней части а в нижней части откуда идет испарение из сосуда там идет активное испарение жидкости она начинает вскипать и постепенно температура в нижнем стакане или в продукте начинает падать до нуля и ниже и она потом застывает если мы сейчас покажем вам температура то пирометрами сейчас покажу температура в нижнем стакане падает а верхний разогревается вот она верхняя температура вот сейчас я показываю температуру верхней части аппарата сублимационного вот там где у меня сухой циолит вот его температура 44 43 градуса это говорит о том что пар который поднимается от продукта в из нижней банки он сорбируется циолитом и за счет этого идет реакция сорбции с выделением тепла то есть эта банка вверху разогревается в то время как нижняя банка в которой находится у нас продукт и меня в вата с водой она за счет активного испарения охлаждается вот ее видно что она температура ее падает сейчас я вам покажу что в результате получается вот прошло у нас минут наверное 10 с паузами сейчас я разберу аппарат и покажу что получилось я выключаю значит насос и напускаю в банку воздух то есть раскручиваю вот почти воздух попал убираем остатки остатки убираем и разбираем аппарат разбираем аппарат смотрим что у нас получилось вот я его разбираю и показываю вам вата вата замерзла полностью то есть вот я ее достаю вата это кусочек льда то есть вода за счет активного испарения замерзла у нас в лед вот я ее ковыряю то есть мы опустили вот он лед вот он лед за счет того что вода активно испарялась у нас она опустила температуру ниже точки замерзания вот таким образом можно проводить сублимационную сушку вот в этом аппарате спасибо всем за внимание вот примерзла здесь циолит это кусочек льда то есть из ваты у нас получился кусочек льда вот он замерзший подписывайтесь на канал ждите дальше по сублимационной сушке видео